На все интересующиеся вопросы. Поэтому думаю, что наша встреча будет способствовать тому, чтобы мы поговорили, ответили, постарались ответить на интересующие вас вопросы, и потому что они будут отражать интересы или вопросы наших нижнекамцев, наших жителей. Поэтому давайте начнем. Удобно вам? Пожалуйста. Жумал, то билда будет. Хотелось спросить вас, все-таки предновогодницы из конференции, и, наверное, традиционный вопрос, подведите итоги 2013 года, и назовите пять ключевых событий для Нижнекамского района и пять достижений. Я говорю пять, чтобы не расходиться, шучу, и надолго. Ну, в количестве я не буду как-то придерживаться. В целом, в целом год уходящий был непростым, но не только для Нижнекамска, но и для Творстана, для жителей нашей республики, живя и работая в республике. Естественно, это все взаимосвязано. К сожалению, трагедия, когда катастрофа в Казани, в нашей жизни 50 человек, в том числе двух жителей Нижнекамска, Раширева и Мурчина, Юриева. Это и вопросы, которые связаны с угрозами пришедшими в дневные месяцы. Безусловно, это волнует людей, успокоит людей. Меняется общество, меняются и вызовы, и риски. В то же время, я хотел бы обратить внимание, что уходящий 2013 год для Нижнекамска в целом был успешным. В социальном, в социально-экономическом направлении мы многое в разных сферах сделали. Совместно с теми, кто является центром ответственности, мы выполняем все взятые на себя социальные обязательства. И надеюсь, что в 2013 году, до его завершения, у нас все вопросы, взятые на себя обязательства, будут выполнены статусом. Если говорить о каких-то конкретных направлениях, я бы не назвал достижениями, хотя не только стабильность, которая является, с моей точки зрения, очень важным фактором, как составляющей, которая пока характеризует положение дел, но и, безусловно, развитие. То есть стабильность, которая связана с развитием территории. Вот для меня лично, я могу сказать, событием уходящего года, это явилось одной из главных, это вопрос переселения жителей в деревню Амель. Вы знаете, что это достаточно долгий в решении вопрос. Это наше обязательство перед жителями и позиция руководства в республике. Руслан Галевич Миниханов, как президент, она была определена сразу, что жители, в рамках тех требований, которые были определены соответствующими службами, перед нами стояла задача переселения жителей в деревню Алань, ну и, если говорить в целом, как в республике, это и жители деревни Марты Штукаевского района, поскольку эти два населенных пункта вошли в санитарно-защитную зону. Поэтому то, что мы совместными усилиями добились практического уже воплощения и решения этого вопроса, для меня это действительно значимое событие, поскольку мы в долгу были перед жителями Алани. Алань пришла к промышленным предприятиям, санитарно-защитную зону, а наоборот, санитарно-защитная зона и промышленные предприятия оказывали воздействие. Поэтому это непростой вопрос, непростой, потому что практически у республики, у нас, соответственно, не было опыта решения такого рода вопросов. Он не только финансовый, он социальный и политический. Политики здесь практически нет. Это хозяйственный вопрос, который потребовал большего времени, нежели мы предполагаем, поскольку в процессе сталкивались и с юридическими, и с умными вопросами, которые необходимо было решать. Мы на сегодняшний день стопроцентно решили вопрос первого этапа предоставления квартир для жителей, 29 жителей, зарегистрированных жителей на Северном фунтале. И предоставлено комфортабельное жилье в новых микрорайонах нашего города. Мы организовали всю процедуру переселения как исполнительный комитет с тем, чтобы люди имели или не имели, точнее, тех вопросов, которые бы еще и затрудняли вопрос переселения или организации этого процесса. Это первый этап. Второй, мы сейчас находимся на второй стадии решения этого вопроса. Это выплата 87 домохозяйствам компенсации. Те, кто не был зарегистрирован, но тем не менее имел или имеет до сих пор на территории или на своей территории какие-то активы в виде строений, сооружений, различных других ну, активов их 87 домохозяйств и на сегодняшний день у нас проходит процедура оформления договора купли-продажи между государственным жилищным фондом при президенте нашей республики и собственниками вот этого имущества. Мы надеемся, что в ближайшее время где-то, может быть, уже на этой неделе по мере выхода регистрации вопроса этих документов мы будем иметь возможность выплачивать уже практически выплачивать компенсацию. Общая сумма для Нижнекамска на переселение жителей о лане 129 миллионов рублей но здесь позиция руководства, я вам сказал, она была изначально определена как обязательная к тому, чтобы подеселить жителей этих населенных пунктов промышленные предприятия в целом не сразу с точки зрения не сразу была определена оценка они хозяйственные субъекты безусловно те, кто эти средства аккумулирует они имели возможность и право провести экспертизу что было сделано собственно у нас сейчас природопользователи теми, кто формирует вот эти средства для выплаты компенсации сейчас вопрос разрешения сейчас идет вот такой технический процесс который тоже требует определенного времени и надеюсь что те обязательства которые мы взяли и имеем перед жителями мы разрешим ближайшие для меня один из таких ключевых вопросов уходящего года это вопрос переселения